друзья всем привет давайте проверим связь как меня слышно как меня видно поставьте пожалуйста плюсики так отлично давайте как обычно начнем с проверки связи чтобы понимание было так но отлично большинство людей пишут что все в порядке друзья если у вас какие-то проблемы со звуком в принципе по традиции f5 или просто перезайдите то есть принципе всех все проблемы должны устраниться сразу же да ребят привет я всех рад видеть я тут пробежался по списку участников очень многие люди для меня знакомы давно давно всех знаю если кто меня не знает давайте я представлюсь меня зовут анатолий разнюк я являюсь с мм менеджером проекта крона и сегодня буду проводить вебинар в качестве спикера вот поэтому давайте мы в принципе начинаем начинаем наш вебинар если вдруг кто-то потянется уже попозже ну пусть он подсоединяется то есть запись обязательно будет не переживайте она будет выложена уже сегодня после вебинара поэтому если по каким-то причинам кто-то в принципе ни у кого-то не получается присоединиться у вас будет возможность просмотреть его в записи но конечно же желательно чтобы были на вебинаре онлайн потому что это отличная возможность задать свои вопросы скажем так первоисточника как было сказано в посте вот ну и давайте мы принципе начнем так друзья я попрошу вас маленькой услуги я понимаю что у вас у всех есть свои определенные вопросы давайте я чат пока что не буду смотреть потому что у меня для вас есть настолько жаркие горячие новости по типу как ребята бахали на виолончели во вступительном видео я думаю что настроение будет сегодня принципе такое же у вас когда вы узнаете что мы сейчас а делаем и скажем так что вас ждет ближайшее время поэтому настройтесь послушать эту информацию принять заварите себе вкусный кофе чай и откройтесь как говорится новой информации вот ну в принципе мы начинаем а сегодня у нас формат я сразу говорю это не презентация проекта я не буду рассказывать что такое крона как она работает сегодня у нас формат не презентационный а сегодня у нас формат такая некая партнерская встреча и самое главное скажем так что я хочу до вас сегодня донести это сформировать у вас некое понимание а вообще где мы сейчас находимся к чему мы естественно стремимся вот и что мы для этого делаем что было проделано что мы сейчас делаем и какие наши ближайшие планы вот разрушим такой некий информационный вакуум и я вас уверяю всех после этого вебинара будет понимание на сто процентов вот я хочу предложить вам следующее как вы смотрите на то вот хотелось бы получить от вас обратную связь как вы смотрите на то если вот такие подобные мероприятия мы будем проводить каждый месяц хотя бы как минимум один раз то есть я уверен что у многих людей есть какие-то вопросы может быть кто-то хотел бы скажем так поучаствовать именно даже может быть в разработке то есть почему нет может быть у кого-то какие-то издельные принципе советы идеи то есть если вы хотели бы почаще встречаться задавать свои вопросы и вообще коммуницировать то есть чтобы у вас было стопроцентное понимание давайте встречаться будем раз в месяц проводить подобные встречи сделаем такую некую привычку я буду встречаться в принципе с комьюнити если если у вас есть какие-то активные партнеры лидеры то давайте приходите мы будем заранее озвучивать у меня есть мысли собираться ну наверное каждый может быть каждую среду первого месяца ну давайте мы наверное дату после того как определимся уже наверное озвучим ну в общем раз в месяц мы будем встречаться с вами это очень здорово вот а сегодня у нас не будет никаких слайдов я еще раз повторю это не презентация это просто как партнерская встреча вот к счастью интернет позволяет проводить такие вещи поэтому сегодня мы просто с вами поговорим я постараюсь донести до вас информацию структурно понятно и если у вас какие-то вопросы есть обязательно их все обсудим наверху есть вкладочка вопросы пожалуйста откроете и если у кого-то какой-то вопрос можете без проблем писать вот я после скажем так после своей речи я монолога я обязательно эти вопросы буду разбирать но я вам рекомендую сначала дождаться пока не закончу что возможно вы сейчас зададите какой-то вопрос о процессе вебинара я на него отвечу поэтому давайте мы дождемся конца вот этого информационного блока и после этого вы зададите свои вопросы вот в принципе я думаю всем все понятно итак ребят давайте мы начнем с самого главного вообще по сути что такое крона и какие вообще цели скажем так ставит перед собой этот вопрос проект эта система эта платформа эта площадка то есть каждый человек он называет это по-своему но в принципе это площадка я бы так называл а я хочу вас сразу попросить наверное об этом уже мы говорили но все равно я хочу вас попросить это избавляться от такой терминологии как окрона club потому что никакого клуба больше нету есть сеть есть платформа очень интересная технологичная которая позволяет очень интересные вещи реализовывать поэтому давайте мы будем называть правильно это акрона или а он то есть то есть это в принципе открытая общедоступная сеть вот на какие цели ставит проекты и вообще что стало скажем так причиной вот наших последних изменений то что мы последние вот скажем так полгода очень выбрали такой некий технический вектор и сейчас развиваемся в этом направлении восемнадцатый год да и в принципе 17 18 для многих людей я начну с такой как вводные нотки вы сейчас поймете к чему я клоню восемнадцатый год он был очень скажем так революционный среди вообще различных проектов очень много появлялась площадок очень много появлялась всевозможных интернет возможностей вот и к большому сожалению за 2018 год ну процентов 90 вообще подобных предложений просто ушло в никуда в небытие вот многие люди они очень сильно разочаровались многие люди поникли вот есть такая классная возможность зарабатывать в интернете а где вообще собственно это делать так и родилась именно идея то есть предоставить прежде всего очень классную интересную возможность чтобы человек мог развиваться первое развиваться чтобы мог коммуницировать и двигаться вместе со своими единомышленниками скажем так участвовать в жизни самого комьюнити то есть развиваться внутри сети сети и самое главное это не бояться за какие-то там непредвиденные вещи вот мы предоставляем вами на такой инструмент который позволит вам развиваться который позволит вам расти как и финансово вот естественно в рамках вот этого комьюнити нашего поэтому прежде всего мы выступаем за надежность чтобы люди могли пользоваться нашей площадкой и реализовывать свои какие-то цели желания скажем так намерения вот для этого мы в принципе все и работаем вот что еще я хочу вам сказать давайте мы начнем наверное с тестирования как мы обещали в посте мы начнем с того что было у нас сделано как вы все знаете в конце апреля то есть мы будем так говорить с первого мая у нас запустилась майнет то есть основная версия нашей рабочей сети то есть крона блокчейн а кто-то может быть обратил внимание может быть сам с этим столкнулся что какие-то может быть были визуальные некорректные отображения какие-то может быть баги может быть ошибки я не отрицаю и они конечно же имели место быть вот я хочу чтобы прежде всего понимали что это не просто какая-то финплощадка или там какой-то проект или как ноги в принципе называют то есть прежде всего это очень сложная сеть то есть это прежде всего это криптографический инструмент который позволяет реализовывать какие-то свои может быть вещи стартапы ну будем сейчас не будем сейчас углубляться его свойства поэтому такие вещи глобальные поймите правильно то есть невозможно вот с первого дня просто взять в понедельник запуститься и в среду просто вот ура как классом все работает то есть это та ступень через которую невозможно к сожалению переступить и через этим сталкивались практически все крупные проекты особенно если речь идет о каких-то криптографических сетях ну и в принципе как и многие другие криптовалюты поэтому ничего страшного нету в том что какие-то может быть возникли у кого-то баги я вас уверяю то есть все это уже на на девяносто девять процентов по фикси на и до окончательного выхода из беты это все будет завершено мы уже выпустили первый пакет обновлений то есть мы очень долго собирали обратную связь прежде всего это благодаря вашим обратной связи в техническую поддержку за что еще раз вам огромное спасибо каждый ваш отзыв мы читали каждый ваш ваш отзыв он скажем так обрабатывался и на основании вот этих отзывов мы делали вот эти вот обновления поэтому я могу с уверенностью сказать что девяносто девять процентов тех проблем которые были в первые может быть дни то есть когда мы запустили майонет вот этих проблем уже нету и сейчас я вам объясню что еще мы в принципе убрали ну поговорим конкретно вот об этих вещах касательно тестирования вот на как я уже говорил бы мы загрузили первый пакет обновлений и я хочу вам вас обрадовать с первой классной новостью которую мне посчастливилось сегодня вам озвучить а в личные кабинеты добавлена первая платежная система это пэйр то есть это первая платежка который в которой мы получили официальную верификацию как скажем так бизнес-проект как сеть как направление такое будем договорить и юридическое ну формулирует тут можно формулировать по-своему вот поэтому у нас сейчас работает первая платежная сеть то есть это значит то что вы можете прямо внутри вашего личного кошелька то есть вы можете приобрести себе кроны через платежную сеть по средствам пэйра вот вам не нужно будет больше не не связываться кто не хочет связываться с криптовалютой пожалуйста вы можете пользоваться платежкой и покупать себе абсолютно любое количество акрон то есть через вот эту платежную систему вот напишите пожалуйста в в чате от 1 до 10 как вам эта новость потому что я знаю что очень многие люди и ждали вот особенно писали много обращений в техподдержку при мероприятиях что когда же будет первая платежка потому что все устали уже связываться с обменниками с крипто опять же все хотят также добавить и возможность пользоваться и фиатными деньгами вот ну отлично на самом деле ребят новость очень классная потому что платежная система для подключения ну то есть там очень большая волокита вот это не просто обычный аккаунт который вы верифицируете там пользуетесь каких-то личных целей то есть чтобы не было ни у кого каких-то проблем будущем все нужно тщательно подключить протестировать и естественно получить некую обратную связь от использования вот поэтому все будет в будущем и другие платежки также будут подключены я сейчас не берусь говорить какие именно ну естественно если пэйр достаточно популярная платежка то думаю что другие тоже подтянутся вот это в том числе и киви может быть яндекс деньги давайте мы дождемся официальных новостей именно от разработки то есть и и обязательно их озвучим то есть я думаю что в принципе все платежки они будут самые вот актуальны так еще одна очень хорошая новость очень многие люди они писали о своих личных проблемах при транзакциях то что кому-то не приходили коды я сейчас не говорю повторю не про вход в ваш кабинет а я сейчас говорю именно про осуществление транзакции отправления то есть многим людям не приходили коды мы об этом уже писали и я еще раз сейчас вам проговорю это голосом то что мы дополнительно усилили саму безопасность личных кошельков самой системы это позволило нам отказаться от этого решения с помощью то есть отправки кодов то есть теперь транзакции будут осуществляться по принципу как работает тот же самый bitcoin тот же самый эфир то есть вы просто формируете транзакцию вы просто и и отправляете средства и вам не нужны никакие подтверждения все это происходит мгновенно никаких проблем все отлично работает поэтому коды они уже приходить не должны то есть транзакции они добавляются сразу то есть у нас всегда будут какие-то работы по оптимизации системе то есть по ее улучшению вы должны это понимать всегда будет скажем так желание стать еще лучше еще более удобнее еще более производительные поэтому с помощью вас помощи обратной связи мы будем к этому стремиться в чате очень поступает очень классные предложения от людей все предложения не мониторится все они обрабатываются и очень много вот вот в том числе вот этих нынешних нововведений то есть они скажем так взяты от ваших пожеланий поэтому еще раз я лично от всей команды разработчиков я хочу вам вас поблагодарить за это за то что вы очень активно содействуете вот именно сборе этой информации вот и это очень здорово когда есть такая классная качественная обратная связь то есть это очень дорогого стоит вот что идем дальше что касается теперь дорожной карты я в чате несколько дней назад прочитал но сообщение одного человека вот я не буду сейчас дословно его цитировать якобы там вот в этом со своей дорожной картой чуть ли не там задолбали вообще мне из-за этого там не могу никому продать что-то короче начало человек писать какие-то вот такие вещи я хочу что вы понимали что ребят что такое дорожная карта очень правильно в чате ответил модератор я за это еще раз ее благодарю за то что она общается и жень если ты слышишь тебе спасибо огромное дорожная карта это очень скажем так важный инструмент который выступает в качестве посредника между пользователями и разработчиками то есть вы не можете построить здание возвести его моментально все это делается структурно и последовательно поэтому дорожная карта это скажем так святая святых которую всегда все придерживаются за все полностью существование кроны ей уже больше года вот ни разу еще не были сдвинуты какие-то сроки по дорожной карте то есть там я не говорю про какие-то там один-два дня в связи с праздниками то это очень такая уникальная редкость дорожная карта она это просто святыня просто которую соблюдают поэтому если есть дорожная карта если вы видите что запланировано на такое-то число значит не нужно писать чате что там вот когда же это когда же это просто следите за дорожной картой она находится на официальном сайте она будет постоянно дополняться по мере естественного прохождения по ней поэтому дорожная карта очень важна и я просто прошу вас еще раз не ознакомиться у кого нету понимания каких-то сроков то есть это очень важный момент вот за период бета-теста как и в принципе за период запуска тест нет сети то есть тестовой версии было привлечено очень много специалистов причем специалистов узконаправленных у нас сейчас на данный момент сформирована очень большая команда то есть команда она международная состоит она не только из русскоязычных разработчиков но и скажем так из англоязычных западников то есть я хочу чтобы у вас было понимание что здесь нет такого что вы знаете есть там какой-то генеральный директор который сидит там в каком-то там не знаю кабинете за дубовым столом и всем этим процессом там руководит рулит и вот сделать так сделать так то есть что такое децентрализация это абсолютно так давайте я не буду читать потому что я действительно очень сильно отвлекаюсь вот принципе отключать не нужно его но я думаю что так пока мы не будем отвлекаться итак я продолжу я хочу чтобы у вас было понимание что это децентрализация и то же самое как и происходит с аналогией давайте возьмем аналог за аналогией биткоин тот же самый есть скажем так исходный код то есть есть некий протокол который абсолютно открыт который могут прочитать посмотреть и внести свои скажем так коррективы то есть все пользователи вот это абсолютно децентрализация код нельзя не задавить то есть блокчейн нельзя не там заморозить не заблокировать я не буду сейчас рассказывать как работать блокчейн потому что среди вас очень много скажем так компетентных людей которые в принципе без меня это все знают поэтому я хочу чтобы у вас было понимание что здесь нету какого-то генерального директора или там какого-то программиста одного который сидит и всем этим процессом дирижирует здесь работает команда прежде всего и мы обязательно это даже не обсуждается поэтапно будем скажем так создавать некую связь с именно с аудиторией и с разработчиками вы обязательно познакомитесь с этими ребятами вы обязательно узнаете о разработке просто поймите одну правильную вещь здесь нету никаких управляющих и в 90 процентов случаев разработчик это кто такой разработчик разработчик это обычный человек которому дали задание который над ним работает то есть это исполнитель который обслуживают технически то есть это не медийные лица которые будут там выступать на сцене там прыгать с флагами я просто с вами максимально сейчас откровенен и хочу чтобы у вас было понимание да есть определенные лица которые обслуживают систему без этого никак но здесь нету какого-то генерального директора когда мы выложим весь наш код на гитхаб то есть вы в принципе все это сразу поймете вот поэтому я очень хочу чтобы вас вот это понимание этого вопроса было очень стопроцентно так давайте так еще поехали дальше что вообще мы делаем на данный момент сейчас что у нас происходит вообще в нашей кузнице в нашей разработке к чему мы сейчас идем и чем занимается на данный момент команда то есть конечно же команда прежде всего сейчас стабилизирует и дорабатывает именно нашу сеть потому что как уже было написано в посте до конца этой недели мы должны выкатить последнюю часть обновлений и уже можно сказать что бета он завершен вот до этого есть много работы нужно еще все очень внимательно проверить протестировать и подготовить скажем так к работе поэтому сейчас работа командами занимается именно подготовкой проекта самой сети то есть именно к выходу из бета это очень важно понимать вот для чего это нужно прежде всего чтобы все было проверено отлажено и стабилизировано то есть после релиза нашей монеты у нас есть определенные планы на ее продвижение я сейчас говорю об элементарном листинге на бирже я сейчас говорю о подключении тех же самых обменников то есть когда будут в экосистему привлечены вот эти вот ресурсы дополнительные внешние то система должна быть просто отточена на 100% вот сейчас вот это вот 99% ее работы буквально через там несколько дней 2-3 дня все будет отлажено уже поставлена точка то есть мы сможем структурно мы сможем последовательно двигаться дальше уже работать на тем же самым листингом и на тем же самым обменником то есть подключать это все дело и в принципе вас с этим знакомить что касается обменника очень важно эту тему затронуть потому что это один из самых распространенных вопросов которые поступают в том числе в тех поддержку ребят по дорожной карте у нас обменник партнерский сервис обменник то есть площадка торговая она у нас будет запущена до конца мая то есть до конца мая осталось естественно неделя следовательно отвечая на ваш вопрос в течение вот этих вот 8 дней или сколько там 9 дней по моему до конца мая обменник он будет работать то есть мы обязательно сделаем релиз по этому сервису это будет внешний сайт который ребята разрабатывают на данный момент у нас с ними очень тесная сейчас связь и у нас есть скажем так стопроцентное понимание что это все будет реализовано ну в самом лучшем свете то есть такого формата обменника сейчас нигде нет это не традиционный там обменник по типу bestchange.ru то есть это совсем другая площадка то есть это пиринговая площадка где вы сможете совершать любые операции не бояться что вас там кто-то обманет кто-то там забанит или какие-то у вас трудности будут то есть цель этого обменника это проводить и помогать людям скажем так обменивать любые суммы без каких-то там опасок что там кто-то кого-то обманет или переведет какую-то не совсем корректную операцию то есть сейчас обменник уже тестируется вот сегодня у меня утром была эта информация то что он сейчас проходит уже финальное тестирование поэтому очень скоро вы все это дело увидите еще раз повторю все это будет выложен не нужно бояться какой-то технической сложности в использовании потому что по обменнику будут естественно сняты определенные ролики которые будут помогать объяснять людям как им пользоваться как он работает как продавать как покупать то есть все это будет пошагово детально то есть очень простыми словами все это будет выкатено то есть не переживайте вот еще какие изменения у нас произошли скажем так в системе прежде всего так ребята давайте мы сделаем так модераторы отключите пожалуйста чат потому что люди меня совершенно не слышат что-то пишут 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 уже какие-то дебаты пошли пожалуйста отключите чат я сначала проговорю весь материал после этого мы поговорим о вопросах спасибо большое виктория я хочу стронить еще одну очень важную тему это презентации у нас появилось одно очень интересное решение касательно именно презентации проанализировав вообще то что происходит сейчас происходило за последние несколько месяцев как проходили презентации я пользуясь случаем выражаю благодарность нашим спикером которые проводили их на качественном уровне мы хотим попробовать подойти немножко к этому вопросу по-другому я хочу сейчас узнать ваше мнение в конце обязательно ну давайте модераторы включите пожалуйста чат я сейчас получу обратную связь и после этого вы отключите вот очень интересно ваше мнение вот смотрите вам говорит человек слушай там петя есть такая очень классная тема такая система которая предоставляет то 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 естественно встречный вопрос окей а что это за система как они узнать что вы вообще делаете таких случаев первое вы можете человеку сказать слушай давай мы с тобой встретимся я тебе все подробно расскажу и покажу нарисую по просто вот детально это первый вариант вы встречаете с человеком тратите на это кучу времени отвечаете на его вопросы и то есть в принципе это первый вариант второй вариант вы ему говорите слушай давай это самое на приходи на официальную презентацию то есть ты все посмотришь послушаешь тебе люди расскажут как это все дело работает какие возможности предоставляет сеть а дальше ты уже задашь свои вопросы мне и я на них отвечу это второй вариант вот есть третий вариант первое это мы подготавливаем серию очень качественных профессиональных роликов по типу презентации то есть все ролики не выполнены в профессиональном формате с профессиональной озвучкой то есть это действительно очень качественным качественным будут материал то есть эти ролики они скажем так по длительности гораздо короче чем официальная презентация потому что по любому в презентации есть человеческий фактор это элементарные проверки связи это приветствие это ответы на То есть презентация порой может очень сильно затягиваться, это первое. Не всем людям это удобно. Во-вторых, презентация проходит в определенное время, то есть это тоже не для всех удобно. Кто-то живет, я не знаю, там на севере, кто-то на юге, у кого-то разные часовые пояса. Поэтому такой ролик, он будет длиться максимум 15 минут. То есть за эти 15 минут человек поймет 100%, вообще у него будет 100% понимание, как это все работает. То есть такие ролики, они будут делаться именно по типу презентации. То есть всю ту информацию, которую говорит спикер, естественно, на презентации, эта информация будет вот в этих сжатых и кратких роликах. И какие плюсы в этих роликах? То есть вам не нужно человеку приглашать на презентацию, вам просто достаточному скинуть такой ролик, который там длится 15-20 минут, грубо говоря. И естественно, человек посмотрит его в любое удобное время, то есть когда ему будет удобно, в случае возникновения каких-то вопросов, естественно, он сможет уже потревожить непосредственно вас. Но ролик даст нам очень хорошее понимание, очень, скажем так, прочный стержень вообще, как работает сама система. Поэтому я вижу тут у вас какой-то третий вариант появился. Третий вариант. А что за третий вариант, ребят? А, подождите, пожалуйста. Я почему-то думал, что пишут третий вариант, люди предлагают. Да-да-да-да-да. Все, я теперь понял. Вот немножко сбился в чате. Да, ребят, на самом деле это очень удобно. Я с вами полностью согласен, причем таких роликов будет несколько. Такие ролики может любой человек себе вырезать, сделать, то есть подготовить их, разделить на несколько маленьких. Вот, и в принципе использовать их, загружать на свои каналы какие-то, когда поступают у вас узкие вопросы, то есть вы можете просто скидывать человеку фрагмент, там, 3-4 минуты, пожалуйста, вот посмотри, как это все работает. То есть это очень здорово. Вот, теперь, вот отвечаю сразу на вопрос в чате, в любой уважающей себе компании обязательно должны быть ролики. Да, Елена, я совершенно с вами согласен, ролики у нас уже на самом деле есть. Вот, сегодня, кстати, загружены на канал два новых ролика. Первый ролик – это навигация по самой системе, по личному кабинету, и второй ролик – это проведение непосредственно транзакций. Вот такие ролики еще будут, причем и не один, то есть будет ролик по конкретной, по изучению конкретно эксплорера, то есть как он работает, как отследить транзакцию, вообще из чего она состоит. То есть вот такие ролики не обязательно будут. Так, в принципе, опять, видите, переключился на чат. Так, все, ребят, давайте выключим чат, модераторы, потому что немножко отвлекает. Давайте дальше. Я постараюсь максимум за полчаса сейчас сказать все эти новости, которые у меня сейчас для вас есть. После этого я отвечу на ваши вопросы. Поэтому вкладочку, пишите вкладочку «Вопросы», я на каждый вопрос я отвечу. Вот. Еще одна очень хорошая новость, которая у меня для вас есть. Сейчас мы утвердили очень интересную баунти-программу, которая позволит вам зарабатывать окроны за целевые действия. То есть если в двух словах выделен определенный бюджет на эту программу, и партнер любой может не поучаствовать за какие-то целевые активные действия, это может быть в соцсети, это может быть YouTube, это может быть посты. То есть сейчас за всю ту информацию, которую вы, по сути, делаете, вот вы будете еще зарабатывать за это деньги, получать, естественно, окроны. То есть это очень здорово. Подробности по этой программе обязательно будут выложены буквально вот сегодня-завтра. Сейчас материал, он готовится, он пишется, вот, чтобы это все было понятно и будет выложено в официальных источниках. Это очень классная новость. Поэтому я советую вам не тратить время, уже сейчас начинать готовить материалы, может быть, какие-то обзоры, может быть, какие-то тексты, описания. То есть уже за эти все вещи, за целевые, вы будете получать вот это вот вознаграждение. То есть мы решили сделать вот такой вот баунти, чтобы вам было приятно. Вот. В принципе, я думаю, что это очень хорошие новости. Вот. Ну и, в принципе, давайте так, что мы сейчас будем делать и вообще, какие у нас есть новости, какие, к чему мы сейчас идем, скажем так. Вот. Я хочу, чтобы у вас было понимание одной, скажем так, вещи, которую я сейчас до вас донесу. У нас сейчас на дворе 2019 год. И что это значит для, в принципе, криптоиндустрии? Криптоиндустрия за эти несколько лет, она значительно продвинулась. В особенности это пользователи. Если в 2016-2017 году большая часть людей смотрела на криптовалюту, как на что-то такое из сферы фантастики, и вообще не было никакого понимания, как это работает, была такая сумбурная информация, то сейчас аудитория стала очень требовательной. И самое главное, она стала компетентной. То есть сейчас кого-то удивить своей криптовалютой, это уже практически нереально. Естественно, из-за своей требовательности повысились требования их самой криптовалюте. Для того, чтобы сейчас вообще популяризировать монету, сейчас недостаточно просто ее выпустить и сказать, ребята, круто, классно, монета, вперед, давайте покупайте, продвигайте, участвуйте. Этого недостаточно, и это очень хорошие новости. Потому что благодаря вот этой требовательности, благодаря компетентности аудитории, отсеялись 90% недобросовестных разработчиков. Сейчас новые криптовалюты, кто в принципе следит за вообще криптоиндустрией, люди знают, что новые криптовалюты появляются чуть ли не каждый день, причем там по 20-30 монет. И, конечно же, там 99% этого умирают буквально там за считанное время. Поэтому требования к криптовалюте, они значительно повысились. И для того, чтобы разработчики смогли действительно популяризировать монету, они должны, первое, доказать всем, что монета максимально прозрачна, что это не какие-то там фейки, цель которых там их поднять, напампить, не знаю, потом это все дело обслить. Это должно быть максимально прозрачно, чтобы люди могли проверить, что действительно намерения разработчиков, они, скажем так, добросовестны. Во-вторых, монета должна быть, у нее должна быть ценность определенная. То есть это не просто должна быть монетка, которая хранится на кошельке, она должна людям давать некую ценность. У нас эта ценность заключается, как я уже говорил не раз, в самой технологии постмайнинга. То есть человек может, естественно, эту монетку разместить на своем кошельке, то есть и получать очень хорошее вознаграждение, которое, на мой взгляд, оно здесь очень достойное и очень высокое. Третий параметр успеха монеты – это ее ликвидность. То есть человек должен понимать, что по мере необходимости я могу эту монету продать или обменять ее на любую другую криптовалюту или, как я уже говорил, на фиатные деньги. Вот эта вот ликвидность, она тоже очень важна для именно формирования спроса. И четвертый фактор – это технология. То есть мало сейчас просто выпустить монету. Сейчас нужно создать некую экосистему, которая объединяет очень многие проекты, которая объединяет очень много интересных инструментов, опять же, взаимодействующих вокруг этой монеты. Таким образом монета приобретает ценность. Люди видят, что ей можно пользоваться, что ее можно обменивать, что ее можно продавать. То есть, естественно, монета начинает набирать спрос. То есть это не определенный памп, скажем так, биржевой, скажем так, в результате манипуляций биржевых спекулянтов. Это называется органический рост. Когда пользователь проникается доверием к монете, когда он начинает ей пользоваться, когда он видит, что это действительно очень удобно, что это, чего уж греха таить, прибыльно, вот у него начинает формироваться доверие к этой монете. Вот таким образом монетка начинает органически расти. Да, это не X10 за первые полгода. Да, это там не 200% в неделю. Но рост происходит стабильный. То есть, конечно, не без волатильности, куда уж без нее никак, но тем не менее монета получается стабильной. Поэтому наша главная задача, скажем так, на ближайшие полгода, вот до конца этого года, это создать некую экосистему. То есть, рабочую, полноценную и, самое главное, самодостаточную. И не просто создать продукт, который будет, вот он у нас такой красивый, пожалуйста, заходите, а доказать на практике, как он работает, в чем заключается его главная ценность. И я хочу, чтобы вы понимали одну главную вещь. Вот мне задал вопрос несколько дней назад один человек. Вот, а почему у вас такие классные вот есть разработки, а вы там сообщаете их в последнюю очередь? Вот у вас пэйр, грубо говоря, был добавлен. А почему вы, то есть, не сообщили заранее? Вы представляете, какой это ажиотаж был бы? Как бы люди это восприняли? Вот. Я ответил ему следующим образом. То, что команда, которая сейчас находится у, скажем так, разработки, это люди, которые не хотят просто трепаться. Вот. Нам всем хватило, и мы не раз сталкивались с тем, что разработчики, основатели, владельцы, то есть, мы не будем сейчас как-то называть этих людей, кто стоит, скажем так, у руководящего процесса, просто пустые слова, бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла. И здесь политика основная у Акроны, это сначала сделай, а потом говори. То есть, естественно, какие-то вещи, которые находятся на данный момент, тестируются, которые проверяются, утверждаются, сейчас, естественно, никто об этом не кричит. Конечно, может быть, поверхностно там кто-то, это нормально, когда какая-то поверхностная информация идет, чтобы разрушить вот некий информационный вакуум, но, тем не менее, люди решили придерживаться такой позиции. То есть, мы сначала делаем, а потом об этом говорим. Я считаю это на самом деле очень правильно, вот, потому что просто человеку сказать, и, естественно, напускать пыль в глаза, это неправильно. То есть, любые слова должны подкрепляться действиями. Именно так работает на данный момент сама команда разработки. Поэтому очень много есть вещей, которые вас действительно очень сильно удивлят, порадуют с точки зрения технической реализации. То есть, новые сервисы, новые проекты, новые направления, то есть, вы об этом узнаете буквально вот-вот. Поэтому скоро будет очень много классной информации по дополнительной разработке, потому что, повторю еще раз, разработка идет не только по акроне, по блокчейну. То есть, команда очень большая, то есть, она занимается сразу несколькими направлениями, несколько департаментов, которые развивают именно экосистему. То есть, экосистема – это 90% внимания всей разработки, потому что она создаст вот тот самый спрос на монету, который благоприятно скажется вообще на всей ее популяризации в целом. Вот. Есть очень классные идеи на самом деле. Это, конечно же, будет, когда монетка сейчас, сейчас она будет залезтина на биржу, когда уже более окружит себя, нарастит себя вот этой лояльной аудиторией. Конечно, будем подключать те же самые там товары и услуги за криптовалюту. То есть, об этом мы, в принципе, говорили всегда. Это наша главная задача. То есть, создать некую экосистему, которая, некая сеть обычных товаров и услуг. Это как физические товары, как и какие-то IT-инструменты, которыми можно будет пользоваться за акрону. Я вам приведу один простой пример. Вы можете, к примеру, раз в месяц обналичиваться своего кошелька акроны и оплачивать себе там тот же самый интернет у провайдера. Вы можете, не знаю, пополнять себе счет, вы можете совершать покупки в интернет-магазине. То есть, это все будет налажено. Поэтому главное, чтобы у вас было понимание сейчас. Сейчас платформа, она стабилизируется. То есть, все разработки начинаются вот после стабилизации, после выхода именно из бета. И самая главная задача команды разработки – это создание спроса на монету. Потому что много есть в платформе людей, которые пополнили баланс там не на 100 акрон. Есть люди, у которых на балансе 10 тысяч акрон, и 20, и 30, и даже больше. То есть, я, конечно, не буду сейчас называть имена, это неправильно, но, тем не менее, такие люди у нас есть. И наша главная задача, в принципе, как и все разработки – это создать для этих людей, создать очень хороший, качественный спрос, чтобы человек мог без проблем реализовывать любые объемы, какие он посчитает нужным. То есть, создание спроса, можете так и записать, или так и говорить на своих каких-то планерках. создание спроса на монету – это самая главная задача, которую придерживаются сейчас разработчики. Потому что планы на монету очень большие и очень серьезные. И поэтапно, структурно, последовательно мы к этим планам, в принципе, идем. Я думаю, что все у нас получится. То есть, нельзя сделать все сразу, это вы тоже должны понимать. То есть, это слишком глобально все, для того, чтобы это сделать за неделю. То есть, как ни крути, посмотрите, как пишутся другие сети. Я не хочу там сравнивать сейчас, но посмотрите, как пишется сеть Telegram. То есть, посмотрите, сколько прошло времени. Все равно люди не спешат, потому что все равно есть определенные моменты, которые нельзя никак учесть. То есть, много проектов, очень крупных, которые затягивают тестирование на годы просто, на год. Тем не менее, они все выходят и все счастливы. Поэтому здесь идет речь о каких-то там жалких нескольких неделях. Поэтому не нужно бояться. Планы на самом деле очень большие. Мы к этому очень постепенно, то есть, последовательно мы идем. Поэтому все обязательно будет. Так. В итоге, как будет вообще выглядеть экосистема, чтобы у вас было некое понимание, допустим, на перспективе полгода. Все, наверное, уже в дорожной карте это читали, то есть, с этим знакомились. Если многие, в принципе, от спикеров вот узнавали, это будет сеть, которая состоит из множества экономических агентов. То есть, что такое экономический агент? Это может быть приложение, это может быть сервис, это может быть компания. Вот у нас на данный момент в экосистеме есть первый экономический агент, называется он BigSup. Это партнерский проект. Вот, был он запущен буквально вот несколько недель назад. Вот, ближайший экономический агент будет, это партнерский обменник. Потом пойдет серия других обменников. То есть, постепенно вот эти все инструменты, они будут формировать некую экосистему. В рамках этой экосистемы вы сможете пользоваться этими продуктами, оплачивать их, естественно, за окроны. То есть, то, что вы сейчас, в принципе, зарабатываете. Это тоже очень важно понимать. Вот, еще очень важный момент. Я хочу с вами поговорить конкретно о комьюнити. Вообще, что такое комьюнити, почему я хочу на этом остановиться более детально, вот пообщаться с вами, вот скажем так, чтобы у вас тоже было понимание, что я хочу до вас донести. Любая криптовалюта, вообще любой проект, любой сервис, то есть, любой, скажем так, любой проект, будем так говорить простыми словами, он требует формирования некого комьюнити. То есть, это как минимум люди, которые будут пользоваться им прежде всего в начале, то есть, зададут ему вот этот некий ритм, динамику, то есть, на развитие. Вот, поэтому комьюнити – это очень важная составляющая любого успеха, и мы уделяем этому просто стопроцентное внимание. Если у вас есть какие-то дельные советы, если у вас какие-то есть предложения, может быть, жалобы, может быть, какие-то коллаборации, может быть, какие-то просто предложения, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, выходите на связь, потому что разработчики – это люди, которые очень активно идут на встречу с комьюнити. Если какие-то появляются дельные предложения по улучшению системы, то есть, это все дело учитывается, это все это дело делается. Вот, недавно несколько очень классных предложений было в чате, то есть, разработчики это приняли, они это все сделали. То есть, кто-то попросил, ребята, мне нужно вот так-то, я хочу, чтобы это работало так, мне так удобно. Пожалуйста, если это действительно удобно, это все реализуемо. То есть, если у вас очень активная позиция, если вы хотите продвигать систему, если вы хотите быть не просто пассивным наблюдателем, если вы хотите активно развиваться, связывайтесь, то есть, для вас, в принципе, все делается. То есть, техподдержка, там есть даже специальный раздел, по-моему, предложение, если мне память не изменяет, пожалуйста, связывайтесь. То есть, все открыты для разговора с комьюнити, с диалогом, если вы считаете, что вам что-то надо, где, пожалуйста, пишите, мы это все дело рассмотрим. Поэтому принимайте участие и содействуйте, это очень важно понимать. Идем дальше. То, что я вам сейчас расскажу, я до последнего не хотел вам говорить. Вот прям, скажем так, это решение было принято в последний день перед вебинаром. Это очень интересная информация, которая сейчас многих людей очень сильно обрадует. и я уверяю вас, что, когда это все будет реализовано, то, что у нас есть сейчас, то, что работает в данный момент, это будет просто вот маленькая точка по сравнению с тем, что это будет на конечном этапе, финальном, скажем так. Как я уже сказал ранее, недавно, в середине вебинара, то, что разработка идет сразу в нескольких направлениях. То есть это сервисы, это всевозможные приложения, это инструменты. На данный момент у нас начинается очень интересная разработка. Заключается она в чем? Это будет очень классное направление в виде игрового проекта. Если вы помните, на презентациях сказано было про так называемый проект X, о котором мы объявили еще в конце зимы, если мне память не изменяет, да, по-моему, в конце зимы. И эта информация очень, скажем так, долгое время была окутана некой мистикой тайны. Все хотели знать, что это такое, как это все работает и вообще, что это за проект X, когда он будет готов и когда он начнется, то есть и как он вообще повлияет на Акрону. И сейчас я вам эту информацию очень, скажем так, дозированно и очень базово предоставлю, чтобы у вас, во-первых, не возник в голове кавардак, не возникла каша, и чтобы у вас было понимание, какие бомбезные новости будут в самое ближайшее время. То есть это некая игровая социальная сеть очень глобального масштаба. То есть на данный момент у нас начинается не разработка именно, а на данный момент мы работаем над самой концепцией этого проекта. Это будет совершенно, то есть самодостаточный проект, свое собственное направление, который привлечет совершенно другую целевую аудиторию, совершенно другую. Сейчас очень классный тренд, только-только начинает он разрабатываться, это гейминг. То есть это именно игровая индустрия. То есть я сейчас не говорю про игровую индустрию, как там какое-то казино, рулетка и какие-то прочие азартные игры. Нет, это не азартная игра, это именно игра, гейминг. Вот. Я сейчас говорю про тот же самый киберспорт, я сейчас говорю про какие-то многопользовательские игры. То есть в прямом понимании этого слова, это онлайн игра. То есть это очень крупный проект. Сейчас у нас начинается именно утверждение самой концепции этого направления. У нас уже есть понимание на 99 процентов, как это будет реализовано, чтобы это все было реально уникально, и чтобы человек, который погрузился в это направление, чтобы он мог пропасть туда, не знаю, пропадать по 20 часов в сутках, сидеть и не понимать, блин, что так быстро пролетело время. То есть сейчас разработка эта скоро начнется. Весь проект, он будет работать на криптовалюте Акрона. То есть это тоже очень важно понимать. Это совершенно новая целевая аудитория. Это не то комьюнити, которое сейчас есть у нас. Там некоторые сетевики, там кто-то начинающие предприниматели. Это совершенно свежая аудитория. Людей, которые, возможно, даже никогда не сталкивались с криптовалютой. Это совсем разные направления. Это очень крупная коллаборация, крупнейшая просто, которая, ну, просто совершенно на 100 процентов, она скажется положительно на росте самой монеты. Я сейчас говорю конкретно про вот именно органический рост монеты. То, о чем я вам говорил. То есть после утверждения концепции начнется формироваться, естественно, бюджет. После бюджета начнется собираться команда. После этого начинается разработка. То есть, конечно же, будут привлекаться дополнительные средства. Но это уже, об этом будет дополнительная информация. То есть я не буду сейчас детально в ней углубляться. Я просто хочу, чтобы каждый для вас понимал следующее. То, что вот я задам вам такой некий риторический вопрос. Вот представьте себе, что есть монетка, которая стоит, предположим, ну, давайте так, условно говоря, 5 долларов. Интересная монетка, она котируется на биржах, ее можно купить там в обменниках. Не суть. Вот. Появляется направление, которое привлекает, предположим, давайте так, 50 тысяч активных пользователей. То есть, что такое активный пользователь? Это человек, который не просто зарегистрировался, а который предпринимает некие действия. То есть, он развивается, он окружает себя какими-то активами, он совершает какое-то действие. И для совершения этого действия ему необходимо приобрести Акрону. Куда он пойдет? Конечно, он пойдет на биржу. Конечно, он пойдет в обменник. Ему нужно будет эти монеты купить. А теперь представьте себе, когда таких людей будет 50, когда будет их 100 тысяч. То есть, просто представьте, как это скажется на курсе монеты. Я не буду сейчас кричать нам про X100. То есть, у меня нет таких задач там. Я просто вам скажу то, что скажется это самым благоприятным образом. Рост будет просто фантастическим. То есть, это можете считать некий инсайт, которым я с вами делюсь. Вот, разработка, она начнется уже совсем скоро. И об этом будет, в принципе, сообщено во всех источниках. Первые презентации, первые какие-то, может быть, промо-материалы, чтобы у людей было понимание вообще, что это, помимо того, что я сказал, что это будет игра. То есть, чтобы было понимание. Начнется, начнутся вот эти вот промо-материалы уже летом. То есть, люди уже начнут понимать, к чему мы сейчас стремимся. То есть, это помимо того, что сейчас идет работа над окродной. То есть, это совершенно дополнительное направление, новое, которое привлечет совсем другую аудиторию. Поэтому, для всех людей, кто принял, скажем так, решение ждать и держать монетки, я вас поздравляю, вы сами убедитесь, насколько вы правильно приняли такое решение. Это очень классно. Вот. Еще одна очень важная вещь в этом проекте, будем так называть его, новом, игровом, будут подключены VR-технологии. То есть, это технология виртуальной реальности. То есть, сейчас эта технология только начинает, скажем так, обретать такую более массовую целевую аудиторию. То есть, если там каких-то пять лет назад или семь лет назад вообще эта технология была только из какого-то там фантастического фильма, года три, четыре, пять назад уже начали появляться первые шлемы виртуальной реальности. Потом технологии продвинулись, начали появляться уже маски. То есть, на данный момент как бы маска, маска это как бы наиболее свежая форма, то есть, на VR-технологии. Скоро будут появляться очки, то есть, которые вы просто одеваете, погружаетесь в дополненную реальность. То есть, сейчас уже, насколько я знаю, Google, она уже, или Google, по-моему, или кто, или Apple, сейчас уже эти очки, она скоро вот анонсирует, и даже, по-моему, они уже готовы. То есть, можете просто, одев очки, погрузиться вот именно в эту вот дополненную реальность, виртуальную реальность, в этот кибермир, скажем так. Поэтому эти технологии, они сейчас очень активно развиваются. И максимум через год, через два, я в этом на 100% уверен. Это мнение не только мое, но еще и специалистов, которые работают в этом направлении. Через год, через два, это будет все очень доступно. Это, может быть, можно будет купить в любом магазине, то есть, естественно, специализированном по той же самой технике. Это будет стоить небольших денег. Так же самое, как и первые смартфоны, когда появились, они стоили просто космических денег. Потом, по мере роста конкуренции, естественно, цена, она начала снижаться. Поэтому то же самое касается вот этих технологий. И мы, получается, мы очень здорово попадаем вот по времени в эту разработку. Пока у нас будет проходить разработка, плюс сами технологии, естественно, поспевают, поэтому я совершенно уверен на 100%, что мы попадем просто вот в яблочко. И по времени, и по самому формату работы. То есть это очень, очень крупно. Вот. Что касается еще разработки, я вам хочу тоже очень много интересного рассказать, но не буду сейчас, как говорится, просто вот вас дразнить. Я просто вам скажу то, что только на, вот только на продвижении этого проекта, чтобы вы просто понимали сами масштабы, только на продвижении проекта сумма денег выделяется, которая не меньше, чем сама разработка. Вот просто вы услышите меня. Поэтому я еще раз повторю, вспомните мои слова через годик, что будет с Акроной. Вот вспомните, мы еще обязательно к этому вопросу вернемся, даже не сомневайтесь. Так, идем дальше. Что я хотел вам сегодня еще сказать, так по экосистеме я вроде бы рассказал, по новинкам я вроде бы рассказал. Так, еще раз повторю, до конца этой недели у нас будет загружен второй пакет обновлений, вот, который тоже содержит очень много интересных новостей, там очень классные инструменты будут добавлены. То есть, это будет сделано вот до конца этой недели. Поэтому тоже будет отдельный пост, и обязательно вы, в принципе, об этом узнаете. Еще хочу добавить одну вещь, ребят, что касается официального чата. Вот, это у меня, как бы, не было вписано, скажем так, в мой план вебинара, но, тем не менее, я хочу этот вопрос тоже с вами судить. В последнее время в чате происходит просто сумасшедшие вещи. Спамеры просто льются горой. Мы их категорически сразу же удаляем, баним, но, тем не менее, люди просачиваются. Поэтому было принято такое решение закрыть доступ по приглашению по ссылке. То есть, сейчас попасть в чат по ссылке нельзя. То есть, просто вот открыть, как вы раньше открывали официальные источники, ссылку и вступить. Этот доступ закрыт. Вот. Сейчас попасть в чат можно только по личному приглашению. То есть, если вы хотите человека пригласить в Telegram-чат, вам просто нужно зайти в настройки чата. Там есть раздел, это ссылка для приглашения. Вы просто ее копируете и человеку ее скидываете. То есть, это ваша индивидуальная ссылка. Вот. А человек по ней вступает, он попадает в чат. И, естественно, мы видим, что такой-то человек пригласил такого-то участника. То есть, это позволит нам избавиться от спамеров. И, как минимум, когда будет появляться какой-то спам, мы будем знать, кто его добавил. И сразу же, естественно, банить вот именно корень этого зла. Он так говорит. Поэтому, не пугайтесь, как бы в чат можно также вступать, но, тем не менее, делать это можно по ссылке уже, по личной ссылке. Вот. Если среди вас есть люди, которые не хотят возиться с чатом, которые не хотят вникать, не хотят за ним следить, я еще раз повторяю, есть у нас новостная лента именно в Телеграме. То есть, это именно лента. Это не чата, лента. Если у вас нету времени следить за чатом, не нужно этого делать, вам достаточно просто подписаться на ленту, вы будете получать несколько раз в неделю свежие новости. Вот. И, в принципе, быть в теме, быть полностью в понимании, что происходит, как идет разработка, и, тем не менее, не участвовать в этих всех чатовских дебатах. Поэтому, еще раз повторю, цените свое время, уважайте свое время, и если у вас его ограниченное количество, следите за лентой. В чате можете даже не участвовать. Вот. Как бы это, в принципе, не звучало странно. Я вообще, если честно, обеими просто руками голосовал за то, чтобы этот чат просто его удалить, вот настолько меня на самом деле эти спамеры просто достали. Вот. Но в последний момент я понял, что это не такое радикальное действие, но не совсем обдуманное, поэтому все-таки решили этот чат оставить. Вот. Чтобы была какая-то коммуникация между участниками, ну, естественно, чтобы он остался. То есть мы все-таки за сохранение этого чата. Поэтому, пожалуйста, приглашайте туда людей, то есть и следите, самое главное, за новостями. Это очень важно. Вот. Последнее, ребят, что я хочу вам сказать. Я должен был, конечно, с этого начать разговор, но немножко я заговорился. Последнее, о чем я вам расскажу, это про решение. Меня этот разговор, скажем так, вынудил начать, вынудили начать несколько случаев, когда я просто понял, что у 70% людей вообще нет понимания никакого, что сейчас происходит на данный момент. этот вопрос убьет одновременно два вопроса. Этот ответ убьет два вопроса касательно битка и касательно, как многие говорят, выводов. То есть, первое, ребят, что вообще стало причиной, скажем так, действию, когда мы отказались от биткоина? То есть, во-первых, объясните мне одну вещь. Зачем нам прокачивать чужую сеть и быть зависимым от нее, если у нас есть своя собственная сеть, то есть, которая прекрасно работает, которая прекрасно справляется с теми задачами, которые перед нами стоят. То есть, поймите одну очень важную вещь, то, что биткоин, я не против биткоина, я считаю его прекрасной криптовалютой, суперперспективной, и также на него возлагают большие надежды. Ничего, но биткоин, это слишком спекулятивная криптовалюта, слишком спекулятивная. Вы можете строить какие угодно планы, вы можете ждать там роста в 100 тысяч долларов там через год, но поймите одну вещь, какие бы вы прогнозы ни ставили, вмешается в самый последний момент какой-то крупный кит и просто эти планы ваши в дребезги разнесет. И подвергать все разработки, все направления, которые разрабатываются, которые будут разрабатываться, подвергать таким рискам никто не хочет и никто этого делать не будет. Конечно, биткоин может вырасти, конечно, может упасть. И когда мне люди говорят, что вот там вы поменяли там акроны на биткоины, я задаю встречный вопрос. Ребят, а вы считаете, что вы, инвестируя в биткоин, вы свои деньги защищаете? Это очень спорный вопрос. Несмотря на его бешеную популярность и перспективу, тем не менее, никто не защищен от волатильности. Где те люди, которые покупали биткоин по 20 тысяч сейчас? То есть представьте себе, какие деньги они потеряли, когда он стоил 3 тысячи долларов, то есть когда он упал до 3, сейчас он еще более-менее отклимался. Но тем не менее, никто не дает вам гарантии, потому что это очень спекулятивный инструмент. За 18-й год минимум 5 крупнейших проектов, которые просто нереальные по перспективе своей были, они просто ушли в небытие, просто вот ушли. только потому, что они были привязаны к битку. Поймите, разработка и все текущие затраты, они не в биткоинах происходят, они происходят в деньгах обычных. Поэтому нельзя привязываться в таком случае к биткоину, потому что это очень рискованно. Вот. Я не говорю сейчас про какой-то там проект такого формата, скажем так, более гибкого. Я говорю сейчас про какие-то крупные проекты, повторю. То есть это очень рискованная затея, поэтому никто не хочет брать эти риски на себя. То есть мы хотим развиваться, мы хотим выкатывать направления новые, мы хотим, чтобы наша монетка росла. То есть иными словами, мы будем развивать свою собственную экономику. Нам не нужен биткоин, и вы скоро поймете почему. Когда у нас начнут появляться те вещи, о которых я вам недавно вот только что несколько минут назад рассказывал. Поэтому не нужно паниковать, не нужно бояться этого. То есть это совершенно и нормальные, естественные процессы для собственной экономики. То есть это ничего катастрофического нет. Когда пойдет рост, все будет просто прекрасно. В этом даже можете не сомневаться. Планы очень большие. Именно по продвижению монеты, по созданию экосистемы, по ее популяризации, по привлечению новой целевой аудитории. Нельзя все сделать сразу же. То есть это на все требуется время, чтобы это все выполнить структурно и постепенно. То есть это очень важно понимать. Поэтому это решение было принято именно благодаря тому, чтобы себя защитить от этих рисков, вот этих спекулятивных. Это очень важный момент. Еще один вопрос, на который я просто не могу пройти мимо, вот настолько он уже просто вот здесь сидит, многих людей, это выводы. Я очень хочу, чтобы у вас было кристально чистое понимание, что такое вывод. Когда мне люди говорят, что вы закрыли выводы, меня это, если честно, начинает уже просто порядком, не то что раздражать, у меня начинает поражаться, но неужели люди ничего не слышат. Вот я вам приведу один простой пример. Люди, которые это спрашивают, возможно, они в этом чате есть. Смотрите, вот у вас есть, предположим, биткоин. Давайте предположим, один биткоин. Вы хотите его обменять на рублик, предположим, или доллары, неважно, на фиатные деньги. Вы что, заходите на официальный сайт bitcoin.org, где выложен код битка, и что, туда продаете биткоин? Конечно, нет. Вы ищите себе доступный и надежный обменник и продаете биткоин в обменник, тем самым получая, естественно, те деньги, которые вы принимаете, которые вы хотите. Как называется операция, которую вы проводите? Разве вывод? Это просто отправка, это обыкновенная транзакция. То есть, вы заходите в обменник, вы создаете заявку, вам обменник генерирует биткоин-адрес, на который вам нужно отправить биткоины. Вы просто заходите в свой кошелек, отправляете биткоины на этот адрес обменника, совершаете отправку, транзакцию, и вам человек физически или робот, или не знаю, как это все дело устроено, у кого-то автоматизировано, у кого-то вручную, вам оператор, будем так говорить, отправляет те деньги, которые вы заказали. Это могут быть рубли, это могут быть доллары или любая другая криптовалюта. Это не называется вывод, это называется транзакция. То есть, и пусть люди, кто больше всего говорит насчет каких-то выводов, что мы там какой-то вывод закрыли, пусть они поймут одну вещь. Когда у нас была тестовая версия сети, тест.нет, у нас эти все операции осуществлялись на официальном сайте. То есть, иными словами, официальный сайт выступал в качестве данного сервиса и помогал людям реализовывать. Вы, грубо говоря, когда вы нажимали вывод, что происходило, вы просто отправляли окроны на сервис и обменивали их на биткоины. Сейчас в этом нет никакой необходимости, потому что все будет работать гораздо удобнее. С тем же самым обменником, с тем же самыми биржами, когда мы их подключим, когда будет произведен листинг. То есть, не надо, пожалуйста, путать. Никакого вывода никогда не было и никогда нет, и нет, и никогда не будет. Это называется, ребята, не вывод. Это называется транзакция. Транзакции сейчас работают так же самые, как и работали. 24 на 7. С подключением сторонних обменников вы будете так же самое менять, просто это будет гораздо проще и быстрее, чем это происходило ранее. То есть, не будет только биткоин, будут и криптовалюты, будут и платежные системы, и карты, и тот же самый Сбер, и тот же самый Приват. То есть, будут очень много операторов. Вам для того, чтобы продать окроны, я вас уверяю, в 10 раз меньше действий нужно будет совершить. И более, скажем так, гибкие по интерфейсу будут условия. Это очень важно понимать. У доллара, у доллара тоже вывода нет. Вы же, когда хотите 100 долларов разменять, вы же не приходите, не знаю, там, в Национальный банк США, вот, не звоните. Вы просто приходите в обмене, и вы совершаете ту же транзакцию. Вы отправляете свои 100 долларов кассиру, то есть, вы передаете, а он вам возвращает рубли. То есть, вывод, говорить об этом нельзя. Это не инвестиционный проект. То есть, не нужно смотреть на окрону вот через эту призму инвестиционного проекта. У вас должно быть это очень четкое понимание, что это не инвестиции, это просто сеть, которая будет всегда работать, которую нельзя отключить, которую нельзя там удалить, или которую нельзя там как-то уничтожить. Это обыкновенная сеть, это технология, это не инвестиционный проект, не финтех. То есть, не надо, пожалуйста, такие вещи говорить своим партнерам, пусть у них будет правильное понимание, как это все работает. То есть, любая криптовалюта, даже тот же самый биткоин, даже тот же самый эфир, в свое время, они так же самое пользовались транзакциями внутри сети. Когда начинается, скажем так, шествие развития криптовалюты, то есть, нету никаких обменников, есть группа энтузиастов, будем называть их комьюнити. Так же самое это было и с биткоином. Были группа молодых ребят, которые просто прониклись этой идеей всей душой и начали осуществлять операции, обмениваться. Кто-то, кстати, по-моему, сегодня или завтра официальный день, вот этот праздник пиццы, биткоин пицца, когда была осуществлена первая транзакция, когда там за, по-моему, сколько там, 30 тысяч биткоинов или 3 тысяч, я уже не помню, была куплена пицца. Это то же самое, ребята, это транзакции внутри сети, это не был обменник, это просто два человека, которые договорились, я хочу купить пиццу, готов тебе предоставить такое-то количество битка, да, я хочу, вот, пожалуйста, продать. Все, совершена была сделка, пиринговая. Вот я то, то, чем я вам пытаюсь сказать, то, что любая крипта, она начинала абсолютно с этого. И когда я слышу, что многие кричат, вот там у вас обменника нет, у вас там, не знаю, какая-то внутрянка, о чем вообще вы говорите, это все прошли через это, и биткоин, и эфир, и многие другие криптовалюты, это абсолютная норма. То есть нельзя сделать все сразу и вот, пожалуйста, вот перед вами все готово. Это делается все структурно и постепенно, то есть последовательно. И над этим сейчас все работают. То есть будут и обменники, будут и биржи, не переживайте, все будет обязательно. На это нужно просто время. Поймите это правильно. Поэтому я прошу вас, не надо употреблять слова выводы. Это не выводы, это обыкновенная транзакция, которая позволит вам с подключением дополнительных сервисов просто обменивать охрану на реальные деньги. То есть и в принципе получает за это очень хорошие бонусы. Ребят, я в принципе все, что хотел сказать, я сказал. Давайте мы, наверное, перейдем во вкладочку вопросы. Если вы не хотите вопрос ждать, кто-то спешит, можете в принципе покидать комнату, я никого не задерживаю. Сейчас я буду отвечать на вопросы и потихонечку мы с вами начнем. Итак, почему нет активной рекламы проекта в интернете? Иван Марсель спрашивает. Иван, отвечаю на ваш вопрос, потому что проект находился в стадии бета-тестирования. Это то, о чем я вам говорил в начале. Обязательно будет реклама проекта, обязательно будет. В этом даже не сомневайтесь. Все делается последовательно. Сейчас мы просто на данный момент ждем, скажем так, ждем тех технических добавлений, которые ждут в мае. Поэтому будет обязательно пиар-компании, все будет сделано в лучшем виде. То есть, если вы читали white paper по монете, вы наверняка там увидели пункт, что на ближайшие два года планируется привлечь 2 миллиона пользователей. То есть, это не просто какие-то расчеты или предположения, это точный расчет, на который у меня есть все основания полагать, что это даже может быть раньше сбудется. Поэтому обязательно будут все рекламные кампании и в том числе и популяризации. Это просто нас сейчас сдерживало вот именно бета-тестирование. Так, когда будут подключены блокчейн-кошельки? Я хочу аккумулировать напрямую прибыль из-за ООН и бета-Ц. Так, ну на этот вопрос я вам уже отвечал и я думаю, что вам уже понятно. Устарел, скажем так, вопрос. Так, почему в течение последних трех дней наманенная сумма каждый день уменьшается, а не растет? С чем это связано? Оксана, я не совсем понимаю, если честно, о чем вы спрашиваете, но как это она, скажем так, уменьшается? Немножко непонятно. Если вы подозреваете, что может быть какой-то глюк, напишите в техподдержку. Я сейчас не могу вам сказать адекватно. То есть напишите в техподдержку, ребята все проверят. То есть только так могу вам в принципе помочь подсказать. Так, сколько пользователей ООН на сегодня. Я на данный момент не могу вам ответить на этот вопрос. Я должен эту информацию уточнить. Если вы хотите, я могу поговорить с ребятами, чтобы на эту тему была выложена отдельная статья. То есть без проблем. У меня просто нет этой информации. Я не хочу ничего придумывать с головы. Я не хочу сейчас просто дергать людей, узнавать. Давайте сделаем пост и мы в принципе все распишем. Сколько пользователей, сколько кошельков, то есть вообще не проблема. Почему нет раздела факт на сайте? Иван, потому что как мы уже об этом писали, некоторые разделы сейчас будут добавляться. То есть раздел вопрос-ответы, это кстати многие люди не знают, что такое факт. То есть это раздел вопросы и ответы. Вот. На сайте этот раздел он уже готов. На самом деле эта информация уже заполнена. То есть я думаю, что подключение его это вопрос нескольких дней. То есть по крайней мере у меня есть такое понимание. С выходом, то есть я сейчас говорю про выход из беты. Так. Почему обещали, что крона будет рассчитываться в биткоинах 1 крона 0.1 а теперь это в долларах? Так. Ну я уже на этот вопрос этот отвечал. А теперь вообще не понятно мне ничего. Ирина, я надеюсь, что я вам ответил на наш вопрос, который я говорил буквально 15 минут назад. Будет ли запись данного вебинара? Да, Юрий, будет. Когда будет открыт код? Планируются ли десктопные или мобильные кошельки? Что такое токены? Каковы их функции в проекте? Кто контролирует весь примайн? Как я понял, он равен 100%. Так. Очень хороший вопрос. Евгений, спасибо большое вам за... Я с удовольствием сейчас на него отвечу. Когда будет открыт код? Код будет выложен на GitHub. То есть, это планируется сделать, скажем так, в ближайший месяц. Может быть, чуть-чуть больше. То есть, поймите просто одну вещь. Сейчас проект, он дорабатывается, он стабилизируется. Нам сейчас важно, чтобы мы просто вышли из бета, чтобы мы получили рабочую систему. В принципе, она сейчас на 99% вся готова. Сейчас вот осталось только последнее обновление загрузить. Поэтому обязательно загрузка кода на GitHub, это даже не обсуждается. Это будет. в ближайшее время. По-моему, если мне память не изменяет, в дорожной карте даже об этом написано. Вот. Планируются ли десктопные или мобильные кошельки? Да, планируются. Будут кошельки, которые работают, которые будут доступны. Так же самое и в Android Market, в Google Market и в App Store. Обязательно будут. По-моему, об этом даже был пост вчера, что они уже готовы, и сейчас они проходят финальное тестирование. Ссылочка на них обязательно будет. Кто контролирует весь премайнинг? Как я понял, он равен 100%. Смотрите, я отвечаю на ваш вопрос, что касается майнинга. Все монеты, которые находятся, скажем так, в блокчейне, находятся вот в этом, в первом блоке, который называется Genesis. То есть доступ к этому блоку есть абсолютно у всех людей. То есть средства, согласно распределению, они, скажем так, раскиданы на 4 кошелька системных. Доступа к ним нет ни у кого, в том числе ни у разработчиков, ни у администрации. Эти кошельки, они абсолютно прозрачны. Вы можете их проверить благодаря вот с помощью Explorer. То есть для этого вы просто пишите, я могу даже вам, если хотите, ссылочку сбросить, просто чтобы вы понимали. Смотрите, ребят, по Explorer, как я уже говорил, будет отдельный ролик. То есть мы обязательно покажем, как это все работает. Вот смотрите, к примеру, вот я сейчас кинул ссылочку. То есть это, опять же, через Explorer, просто обзор вот этого первого блока Genesis. То есть первый блок. Поэтому все абсолютно распределение, то есть вот, оно идет через этот блок. Вот я сейчас кинул даже ссылочку на этот кошелек. Вот в чате, пожалуйста. все монеты находятся в этом Genesis блоке. То есть это алгоритм, скажем так, непосредственно с помощью которого работает PostMoney. То есть это не традиционный Proof of Work. То есть Genesis это вот на первый блок в нашем блокчейне, где, скажем так, откуда начинается все распределение. Поэтому с помощью Explorer все это просматривается. То есть, в принципе, все здесь прозрачно, открыто, и никто ничего не прячет. Я правильно, если я понял и правильно ответил на ваш вопрос. Админы, пожалуйста, включите чат, чтобы люди могли писать. Идем дальше. Евгений, думаю, что я на ваш вопрос ответил. Если нет, то уточните, пожалуйста, в чате. Так, юзкейки планируются до конца года? Post не создает никакой ценности, ликвидность обеспечивают юзкейки. Так, Евгений, я так полагаю, что я ответил на ваш вопрос еще когда, скажем так, непосредственно общался с вами по новостям. Какие у нас планы, в принципе, ну как это, как это пост не гарантирует ликвидность? То есть, ну я понял, как бы, чему вы клоните, но смотрите, вы когда покупаете любую другую криптовалюту, вы просто размещаете ее на кошельке. Вот у нас, кстати, кто-то, по-моему, из спикеров или из активных партнеров, я уже не помню, по-моему, это Виктория Суслова, она сняла недавно ролик, где посчитала, сколько вы, сколько бы вы, грубо говоря, заработали денег, если бы вы купили в 2018 году Акроны, с учетом того же самого майнинга, сколько вы процентов заработали прибыли и сколько вы бы заработали, если бы эти деньги держали просто в битке. То есть, там элементарно сравнение, цифры все перед вами. То есть, там все посчитано до каждого доллара. Ликвидность обеспечивает, я так считаю, это экосистема, когда пользователь, он может использовать Акроны в рамках каких-то направлений, в каких-то проектах, в каких-то сервисах. Вот что обеспечивает ликвидность. То есть, что такое ликвидность? Это скорость, скажем так, реализации монет, когда никто их не, вас не замораживает, когда вы можете в любой момент их обменять, то есть, на них всегда создан хороший спрос. Спрос благодаря экосистеме, в этом я уже говорил. Так. Чат просто очень сильно прокручивается. Почему домен оплачивается только на один год? Егор, я понятия не имею, почему он оплачивается на один год, поэтому, значит, так надо, значит, будет доплачен еще на несколько лет. Я не могу отойти на уже вопрос. Я не занимаюсь доменом. Напишите в техподдержку и спросите, почему он оплачивается на один год. Я не могу ответить на этот вопрос вам. Каковы планы по листингу на криптобиржах? Евгений, планы по листингу все обозначены в дорожной карте. То есть, когда проект, когда платформа выйдет из бета-версии, будут первые шаги в эту сторону предприниматься. Обязательно будет листинг. Для того, чтобы сделать, для того, чтобы реализовать листинг на биржу, вы человек, который, как я понимаю, сведущий в этих процессах, вообще, как это все происходит, вот, как минимум, понимаете, у вас есть понимание, вы должны понимать, что, во-первых, нужно проделать до листинга определенную работу, которая связана, прежде всего, в изготовлении материалов по монете. Вот. Это не просто делается за один-два дня. Здесь процесс состоит из этапов. То есть, для начала нужно выйти из бета. Это первое, что нужно сделать. Дальше будем разговаривать насчет листинга. Листинг обязательно будет. То есть, здесь даже без никаких вариантов. Так. У меня всего три кроны в кошельке. Что меня ждет в этом проекте? Я не могу вам сказать, что вас ждет. Ну, как это, что вас ждет? У вас есть три кроны. Пожалуйста, продавайте их, покупайте, меняйте. То есть, это ваши три кроны. Я не вижу тут какого-то вопроса, извините. Так. А когда Explorer выйдет из полной версии? Я хочу посмотреть распределение монет в сети. Евгений, я вам выше уже отвечал, то есть, на этот вопрос. Все находится в первом блоке. Ссылочки, вы скинили. Ссылочки, пожалуйста, в чате. Я вам скидывал. Так. Дальше. Я так понимаю, крона взлетит в разы после выхода из бета. Ну, я такого не говорил, что она взлетит в разы после выхода из бета. Наверное, кто-то вас дезинформировал. Я уже говорил насчет органического трафика. Как он работает и что он себя представляет. Подскажите, BigSup с вами реальные партнеры или им не стоит доверять? Ребят, BigSup это проверенный проект, скажем так, в основании которого находятся очень доверенные люди. То есть, проект, он полностью верифицирован на, прежде всего, деятельность, на какие-то вещи, которые, скажем так, дают людям гарантию. Поэтому BigSup это очень плотные, скажем так, близкие партнеры, которым вы можете доверять на 100%. Это проект, который верифицирован, то есть, на 100%. Дальше. Заинтересовал PostMoney. Хочу звать родных и друзей. Стоит ли? Ну, я думаю, что это решение вам принимать, прежде всего. Так, есть ли какой-то чат по криптовалюте или напишите еще сайт по Акроне. Сайт по Акроне akrona.io Пожалуйста, модераторы, сбросьте в чат ссылочку на официальный сайт. Сайт, он только один. Акрона.io Если вы, грубо говоря, так, подождите секундочку. Да, если вы будете пользоваться старой ссылкой, akrona.io вы тоже будете переходить на этот сайт. Это было сделано специально, чтобы людей не пугал переезд. То есть, старый домен, он тоже работает. Так. Так. Не получится ли со временем так, что монеты будет необходимо продавать на бирже, как в других проектах? там эти монеты не имеют востребованности. Елен, я вам уже говорил насчет роста, что я об этом думаю и как он будет происходить. Это очень структурный, очень последовательный процесс. То есть, монета не может вырасти просто так, поймите правильно. То есть, на это нужны какие-то основания. То есть, это нужен, естественно, спрос на монету. Спрос, благодаря чему рождается спрос. То есть, я вот спрашиваю у вас. Я об этом просто уже говорил. Когда будет рабочая экосистема, которая будет содержать определенные сервисы, определенные компании, проекты, то спрос он, естественно, будет. И самая главная цель вообще всей команды разработчиков это создание именно этого спроса. Так. Группа ВК умерла. Ребят, нет. Смотрите. источники официальные, они переименованы. То есть, мы об этом писали. Вот, по-моему. Так. Ага. Знаете что? Я так полагаю, что модераторы сбросили устаревшие источники. Ребят, извините, пожалуйста, наверное, нужно было заранее сбросить это. Смотрите. Официальные источники, они переименованы. В связи с тем, что мы ушли от концепции кроноклаб. Сейчас мы окрона.io. Все. Сбросьте, пожалуйста, ребята, новые ссылочки, пожалуйста. То, что сейчас, удалите. Вот. Я думаю, что в этом проблема. То есть, мы смотрим, пишут, мертвый, мертвый. Да. Группы по-другому сейчас называются. Мы их переименовали, чтобы они соответствовали, естественно, с изменениями. Так. Ирина, вы просто видите только шкурный интерес самому человеку. А, извините, я, наверное, какое-то сообщение, адресованное другим, читаю. Так. Еще раз повторю, что группы, они переименованы. несколько осветов. Кто-то из СММ-продвижения решил забрать группы себе, иначе непонятно, почему не открываются страницы. Еще раз повторю, извините, ребят, надо было заранее это подготовить. Группа, они все переименованы. Ребят, модераторы, скиньте, пожалуйста, ссылочки на актуальные. Отновите, пожалуйста, в чате, в разделе заметки. Так. Как сегодня поменять окроны на БТЦ или эфиры? Я уже об этом говорил. Транзакции недоступны 24 часа в сутках, и никто их не отменял. Пока нет обменника, вы можете продать их любому человеку. Люди некоторые создают свои чаты. Люди некоторые создают свои собственные группы по обмену. То есть, иными словами, создают свои ресурсы. Поэтому на данный момент у вас только один выход, это найти себе покупателя и продать. Но с выходом обменника это просто будет все упрощено. Но механики процесса это не меняет. Это просто пиринговый обменник будет. Вот и все. Ссылки некорректны. Так. Все это, в принципе, уже. Так. Когда будет приложение для iOS? Совсем скоро. Уже это все готово. Сейчас это все тестируется. Андрей, кстати, привет. Андрей, мой очень хороший друг. Скоро, Андрей, скоро. Админы, дайте корректный ссылки. Так, есть. Будут паук приложения, юху. Да, ник, совершенно верно. Это очень интересный стандарт, очень безопасный формат. Это очень круто. Почитайте в интернете, загуглите, я рекомендую. Уйдете в чтение надолго, это очень интересная информация. Это международный стандарт. Так, информация о количестве кошельков будет доступна, когда появится реально работающий эксплорер. Евгений, эксплорер на данный момент работает. Он, более того, был вчера доработан, там, если память не изменяет, подправили значение, то есть добавили там точки разграничения. Вот. Насколько мне известно, еще будет один апгрейд эксплорера. Как я уже сказал, выход из беты будет вот на этой неделе, поэтому он сейчас реально работает, уже работает, но будет еще удобнее. Какой процент от и до, я так понимаю, вы сейчас говорите про процент вознаграждения, от 7 до 25.70. Короче, от 7 до 25, так, чтобы вы запомнили, там, копейки эти не будем считать. Это максимально допустимый. Так, если нет доступа к примайну у людей, то он должен быть у смарт-контракта или в самом алгоритме монеты заложены принципы распределения. Я думаю, что отвечал на этот вопрос вам, я даже скидывал ссылочки. Если я правильно понимаю вас, то да. просто пост без юз кейсов, это понцы и все монеты скамятся. Евгений, я на вопрос уже отвечал, время покажет. Я бы на вашем месте не делал таких преждевременных выводов, и сейчас бить в себе грудь и разрываться, доказывать вам обратное, я не просто не хочу сейчас тратить время. ту информацию, которую я посчитал нужным насчет развития и что вообще будет, я вам уже написал. Поэтому смотрите сами. То есть не нужно мыслить, скажем так, с призмы каких-то проектов инвестиционных. Какой понцы, о чем вы говорите? То есть я не понимаю, о чем вы сейчас говорите. Какой понцы? Я понимаю, что такое понцы. О чем вы сейчас говорите? Какое отношение понцы имеет к кроне? Ответьте мне на этот вопрос. где тут мы можем, скажем так, за счет новых прибывших давать людям, где вообще наша выгода здесь? Абсолютно. Если все прозрачно, то есть каждая монетка занесена в блокчейн. Все можно проверить, любую операцию. То есть максимально прозрачно здесь ставится на первом месте. Я не пытаюсь никому там что-то навязать или скажем так, мое мнение, это, знаете, не последняя инстанция. просто вам рассказал о тех планах, которые сейчас, над чем сейчас работают ребята, а выводы делайте сами. Интересно вам это или неинтересно? В дорожной карте я не нашел ни слова про листинг. Хорошо, я вам сейчас напишу модераторам в ближайшем посте они добавят эту информацию, выложат обновленную дорожную карту. Спасибо вам большое за предложение, это очень правильно. Так. Вы пропустили мой вопрос, когда выйдет в полной версии, я уже вам отвечал, он сейчас работает полноценно. Выход из беты состоится до конца этой недели, если вас, я немножко не понял ваш вопрос, что значит в полной версии, он сейчас полноценно работает, то есть он показывает каждый блок, то есть можно проверить любую транзакцию, любой блок, все можно проверить, что конкретно еще вам не хватает, и я не понимаю, что в вашем понимании полная версия. сейчас он функционирует на сто процентов. Так, человек в команде и где можно ознакомиться с их бэкграундом? Так, сейчас, секундочку, чуть-чуть у меня сейчас срезался. Евгений, я не могу вам дать эту информацию на данный момент, у меня нет этой информации, точнее, ну, что мне сейчас вам сказать, что там 25, 40, 50 человек, что это вам даст? То есть не один человек в команде, поверьте мне, и постепенно с аудиторией мы будем знакомить людей со всей командой. Я с этого начал вебинар. Если вы не были в самом начале, пожалуйста, прослушайте. В самом начале я начал с этого вебинар. В записи посмотрите, я про разработчиков там в принципе говорил. Так. Если у вас, Евгений, есть, скажем так, дельные, грубо говоря, какие-то предложения, и у вас есть, скажем так, необходимая экспертность, я предлагаю вам пообщаться, и в принципе все вопросы мы сможем с вами обсудить лично. Если вам так принципиально, могу даже подключить кого-то из разработки, вы сможете задать эти вопросы. Если у вас какие-то, опять же, повторю, есть личные вопросы, я еще раз говорю, что я начал вебинар с того, что мы открыты совершенно. То есть, никто никуда не прячется, если какие-то у вас есть предложения, там, не знаю, вопросы, вы можете их задавать. То есть, на них будет, скажем так, если это доступно, допустимо, то на них эти ответы будут даны. Поэтому, если вас конкретно интересует, пожалуйста, давайте связываться и получать ответы на свои вопросы. Просто сейчас не хочется углубляться в эту технику, потому что время поджимает. Я согласен с вами, с удовольствием пообщаемся, но прозрачность команды – это сейчас один из основных моментов ценностей проекта. Да, конечно, я не могу с вами поспорить, не отрицаю это. То есть, мы совершенно, как я уже сказал, открыты для коммуникации, если какие-то есть предложения по улучшению проекта, пожалуйста, мы всегда рады. Ребят, ну, в принципе, вопросы уже закончились, я вижу, что тут один Евгений только задает последние. Вот, я думаю, что, в принципе, вопросов у вас не должно быть. чат, вот, вижу, спикеры тоже говорят, отвечают. Ребят, всем спасибо большое за то, что уделили время, нашли и посетили вебинар сегодняшний. Как я уже сказал, начал с чего вебинар, то, что мы будем встречаться регулярно, это будет раз в месяц. Вот, если у вас какие-то появляются вопросы, обращайтесь, то есть, мы всегда на связи поможем, насколько это возможно. И еще один момент я бы хотел, если вы еще тут не все ушли, смотрите, что касается, вот, недавно, несколько раз, вот, сегодня даже меня люди спрашивали, почему в кабинете обнуляется значение, то есть, монеты намайнены, там, процент вознаграждения, то есть, почему эти значения периодически обнуляются, в нули превращаются. Я дам на этот вопрос ответ сейчас, ребят, так работает инфраструктура, ничего страшного там нету. Раз в какое-то время система просто обновляется, и вот в момент этого обновления, видимо, вот у вас открыт этот кабинет, поэтому, если у вас значение по нулям, не нужно беспокоиться, писать в техподдержку, 2-3-5 минут, просто перезайдите, зайдите обратно, и у вас значения все появятся, то есть, это не баг, то есть, это не какой-то глюк, это просто обновление системы, вот и все, то есть, так работает майнинг, грубо говоря, ну, если быть более проще говорить. Так, что еще хотел сказать, в принципе, вот это все. Так, вижу, в чате вы уже начинаете общаться друг с другом. Ладно, друзья, я так понимаю, вопросов у вас больше нету, вот, и в принципе, я думаю, что можно поставить точку и отпустить всех людей. Еще раз повторю, запись этой презентации будет, просите, не презентации, запись этого вебинара, у меня уже все, мозги отключаются, очень тяжелый был день, извините, запись этого вебинара будет выложена чуть позже во всех официальных источниках, вы сможете спокойно, в принципе, посмотреть записи, если вы что-то пропустили, то есть все это дело наверстать. Все, я с вами прощаюсь, друзья, всем удачи, увидимся через месяц. Еще раз, меня зовут Анатолий Разнюк, если какие-то вопросы у вас возникают, если вы хотите пообщаться, пожалуйста, я доступен во всех соцсетях, ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, пишите в любое время, я доступен и с удовольствием с каждым пообщаюсь, с удовольствием отвечу на ваши вопросы, но сразу предупреждаю, технические вопросы пишите в техподдержку, потому что у меня после каждого вебинара просто завал нереальных сообщений, что-то там то не отображается, а как то, а как то. Технические поддержки, пожалуйста, в техподдержку, полностью принципа работы, пожалуйста, ваши ноды, ваши чаты, вашим людям, которые у вас познакомил с этим проектом, с этой технологией, я на эти вопросы не отвечаю, поэтому любые другие вопросы, пожалуйста, я всегда для вас открыт. Друзья, всем удачи, всем пока, рад был вас видеть, всего доброго. субтитры сделал DimaTorzok,